В течение года Игорь Кононенко активно лоббировал своих людей на должность генерального директора Укрхим Трансамиака. Кононенко имел непосредственный интерес в этой компании, где вместо того, чтобы мне помочь свергнуть регионала Бондека, завел своих людей, которые в итоге совместно отправляют этим предприятием. Кульминацией этого кадрового беспредела и желания полного подчинения потоков стало желание иметь своего зама в Министерстве экономики, отвечающего за «Нафтогаз» и другие государственные предприятия. Кандидат в итоге два дня назад принес полный пакет документов для назначения и заявил, я ваш новый зам. Я в команде Кононенко и моя кандидатура уже согласована наверху. После этого мне поступил звонок из администрации президента, с настоятельной рекомендацией взять этого человека, а также еще одного на должность зам.министра по обороне. На что я ответил, я частью этого дерибана не буду. И попросил, чтобы меня освободили от должности. В итоге Кононенко заявил, что желает заслушать мой доклад на фракции, рассмотреть мой вопрос об отставке. Я решил, что облегчу задачу Кононенко и его команде и подаю сам заявление об отставке. Ви присылали какого-то зам.министра? А это правда, что вы не могли найти с паном Гривановичем спільную мову? Вы знаете, я с ним за весь час спілкувался два-четыре раза. Я один раз был у него в кабинете, колись еще на весне попереднього року, загальних питаний. И еще раз скажу, останний раз спілкувался, когда в залі Верховной Ради, после голосования про зору закупил. Поэтому у нас не было какого-то интенсивного спілкувания, там, выключено, возможно, переписка в Телеграме щодо прохания поддержки того или иного законопроекта, а безворотная информация, что тот или иный законопроект мает вопросы у членов фракции с посыланием, какие вопросы. Продолжение следует...